Танки-шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки-шоп на YouTube. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на FV4202. Бой произошел на карте Эдхалуф. И игрок тут действительно показал, что этот танк не такой плохой, как многие о нем думают. И у FV-шки есть свои козыри в рукаве. И давайте же посмотрим, как вообще развивались тут события. Игрок поехал на стандартную позицию. И тут по пути врезался в типа 59-го, который сам, в общем-то, зачем-то остановился. Непонятно для чего. Его, конечно, нужно как можно быстрее занять эту позицию на балкончике и обстреливать врагов, которые приезжают мимо. Так и сделал игрок на FV-шки и смог он пробить уже Т34-85, а также Хеллкета, который тут сильно подставился. Далее игрок замечает неприятеля на Джексоне и снова подставляется Т34-ка. В общем, целей для того, чтобы наносить урон, очень даже немало. И стоит отметить, комфортное орудие у FV-шки. Оно очень быстро сводится. Идеальная практически стабилизация, как для танка 8-го уровня. Также неплохой ДПМ, хотя не лучший. И имеется, кроме всего этого, хорошее пробитие, что для премиум танка крайне важно, как вы наверняка понимаете. Ну и игрок тут накидывает неприятелем, при этом сам не теряет прочность. В общем, действует совершенно правильно. Ну, враги, конечно, совершают ряд ошибок. Они тут довольно активно выезжают, стреляют по союзникам, тем самым подставляются. И игрок, конечно же, пользуется данными возможностями и дамажит неприятелей. Уже 2000 урона нанес. Ну, если говорить о FV-шке, как о премиум танке, то я считаю, что это хорошее приобретение. Так как, ну, я никого не заставляю, я просто говорю свое мнение, что, ну, в принципе, учитывая бронепробитие и все качества этого танка и то, что его аппали, он сейчас неплох. Выезжает Т26Е5, в наглую он вступил в конфликт с нашим героем, но игрок не растерялся, старался тоже по максимуму дамажить неприятеля, но все-таки ДПМ Т26Е5 побольше, и он три раза пробивает нашего героя. Броня, конечно, британская не спасает в данном случае. Тем не менее, игрок не отчаивается и продолжает разбирать неприятеля, и вот начинает разбирать Т-44, увы, у этого танка хороший, поэтому орудие спокойно опускается, и можно без проблем пробивать вражеский средний советский танк. Ну, вы можете видеть, что даже некоторые выстрелы получаются вытанковать, естественно, ФВ-шка это не тот танк, который должен подставляться, там что-то танковать, лучше вообще избежать там выстрела противника, чем попробовать его танкануть. Вот даже сейчас Т-44 пробивает нашего героя, хотя, казалось бы, он там подставляет башню, там в маску противник мог попасть, но нанес он урон. Далее Т-44 накидывается на союзника, забирает его, и игрок остается один тут на фланге. Ну, нужно, конечно, попробовать забрать Т-44 по возможности, прежде чем еще один неприятель на Т-34 подъедет сюда ближе, но времени уже не остается, на это там уже и ХП нету, и приходится ретироваться подальше от Т-44. К счастью, союзник на борщи ее забирает, и сейчас, конечно, сложнее гораздо тащить с таким количеством ХП. На базе два захватчика Т-34-85, а также СУ-101. Ну, пока что союзник, в общем-то, там подсвечивает врагов и, скажем так, дает какую-то информацию, поэтому можно высовываться, стараться развести врагов на выстрел и раздамажить их. Ну, а сейчас возможностей все меньше и меньше это сделать, теперь враги вообще прячутся за горой, к тому же игрок засвечивается, непонятно, кто его тут вообще мог засветить, и после чего он решает, что бесполезно тут стоять, ждать, еще и арта может накинуть, ХП к тому же совсем мало. Впереди снова появляется Т-34-ка, забирает она Насхорна. Конечно, в ближнем бою с Т-34-кой будет крайне сложно что-то сделать, так как все-таки у нее высокое пробитие, и там развести ее на выстрел проблематично, да и перерезарядиться она успеет, поэтому игрок решает подождать немного, и это срабатывает, Т-34-ка совершает ошибку, выезжает она, подставляется очень даже сильно, и наш герой успевает два раза пробить ее, союзник на борще хорошенько так дает плюху Т-34-ке в корму, Т-34-ка после этого сагрилась на ФВ-шку, и в общем, пока она там вертелась, крутилась, с двух ее сторон разобрали. Ну и союзника на борще уничтожили на захвате, теперь, конечно, ну рассчитывать приходится в основном на себя, ну и на союзника на Скорпионе, что он хотя бы не сольется. Игрок решает попробовать с центрального балкончика пострелять по СУ-101, возможно, ее будет сейчас видно, если она, конечно, не подожмется слишком близко к этой горе. Да, ее, конечно, видно, но для того, чтобы попасть по ней, придется сейчас свешиваться, а кто знает, возможно, арта сюда сведена или ИСУ-152, но тем не менее, игрок разок попробовал такое сделать, и пробивает он СУ-шку, и, к счастью, на этот раз он избежал получения урона, ну так бы он, конечно, слился. Союзник на Скорпионе, видимо, сагрил на себя всех врагов, и они отстрелялись именно по нему в этот момент. Ну а теперь остается игрок один тащить бой с 91 ХП против трех неприятелей, против арты и двух ПТ-САУ. Ну, в общем, ситуация весьма сложная, но это не значит, что безвыходные, и такие бои, в принципе, можно тащить, главное, скажем так, не сдаваться, и до последнего все возможности использовать. Засвечивается арта, это повезло, что она там стоит на открытом месте, нигде не спряталась, и игрок ее спокойно ликвидирует, к тому же еще арта не сразу стала уезжать, хотя получила урон. Ну и далее игрок проезжает на базу, вернее на рецп вражеский, и пробует просветить там ИСУ-152, которая, возможно, тут находится, и нужно быть тут аккуратным. СУ-101, похоже, до сих пор на захвате находится, если, конечно, это не ИСУ. Игрок проезжает, и тут засвечивается ИСУ-152, игрок сбивает гуслю ей, и просто невероятное везение, рикошет от ИСУ-152. Далее игрок грамотно старается сбить гуслю ИСушки, та чинится, но ремок у нее не бесконечное количество, игрок снова ее гуслит, понимает, что Сушка может тут отстреляться, поэтому он старается сильно не выезжать на открытое пространство. Раздамаживает ИСУ-152 и гуслит вражескую ПТ-шку. И, в общем, получается, тут ее без проблем разбирать, выслить. Тут, конечно, повезло, что ИСУ-152 вот этим первым выстрелом умудрилась не нанести урона игроку, хотя если бы она зарядила фугасный снаряд, то все бы на этом и закончилось, я думаю. Итак, СУ-101 до сих пор пытается взять базу, совершенно как-то, ну, глупо это, я считаю, брать базу, и он выдает свое местоположение, и сейчас у игрокам больше возможностей как-то разобрать Сушку. Сушка смотрит сюда, игрок за счет УВН дает ей плюху, противник не отстреливается, ждет, игрок снова высовывается, не попадает по ПТ-шке, та вроде бы отстрелялась, и в итоге получается ее ликвидировать. Но она стояла как вкопанная, поэтому получилось все сделать проще. Спартанец, также поддержка, стальная стена и основной калибр. Кроме того, игрок нанес немаленькое количество урона, как для этого танка, 7084, 5 фрагов он сделал, и смог нафармить без према 103 тысячи серебра, ну, почти 104. 1955 урона даже смог вытанковать, но такой вот хороший бой, в принципе, танк неплохой, и спасибо, друзья, за просмотр, желаю вам удачи, пока!